Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите программу событий. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные темы выпуска. Когда крыша съехала, управляющая компания предлагает жильцам восстанавливать повреждения дома за свой счет. Взяли мы елочку из лесу домой, как идет заготовка новогодних ели к празднику. На водителя надейся, но наушники снимай. Инспекторы ГИБДД рассказали пешеходам, как правильно переходить дорогу. На 9 градусов ниже нормы. Декабрь испытывает людей технику на прочность. Этой ночью в области температура опустилась до 30 градусов. Морозы была самой холодной на неделе. Днем сегодня в Самаре минус 18. По словам синоптиков, это в два раза ниже климатической нормы. Завтра ожидается такая же погода. К выходным синоптики обещают, что холод немного отпустит, пойдет снег, однако морозной погода сохранится. Температура во второй половине декабря ожидается на 7 градусов ниже нормы. Аномальные морозы боятся даже елки. При таких низких температурах их нужно перевозить аккуратно, иначе отлетят иголки. Чтобы в дома горожан каждый год приходил праздник, стараются в Самарском лесничестве. Не побоявшись настоящей русской зимы, за елкой в Новый Буян отправилась Мариана Мирная. Здесь, в Новом Буяне, на открытом пространстве, где нет ни высоток, ни заводов, очень холодно, минус 34 градуса. Но мы журналисты, люди морозостойкие и бесстрашные. Да и уж больно хочется в Новый год поставить на телекомпании настоящую зимнюю красавицу. Выбрать елку нам помог старейший работник лесничества Владимир Павлов. 30 лет он рубит елки и точно знает, какая самая лучшая. Чтобы зеленая была, не желтая. И стараться, чтобы пушистая была. В этом году в Новом Буяне заготовили 6000 деревьев. Чтобы ель дольше простояла, можно поставить рубленное дерево в ведро с песком и поливать. До майских праздников простоит, шутят в лесничестве. Главное – бережное отношение к природе. Каждая выращенная елочка, сосенка или ель, которая в северных районах, тут труд человека, он не виден. Труд работника, простого работника, начиная от сбора шишек, переработки, посева в питомнике и посадки его в лесокультурную площадь. В детские сады, интернаты и дома престарелых елочки предоставят бесплатно. Браконьерам здесь не рады. Патрули обходят лес круглосуточно по специальным маршрутам. Проводится патрулирование лесного фонда, согласно утвержденных маршрутов. За незаконную рубку одной елки административный штраф, согласно статье 8.28, это от 3 до 4 тысяч на гражданина. В Самарской области 16 лесничеств. Так поддерживается нужное для региона количество новогодних деревьев. Чтобы посаженная в питомнике елочка окреплая превратилась в новогоднюю, нужно 5-7 лет. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Вопросы, связанные с обеспечением правопорядка в регионе, обсудили губернатор Николай Меркушкин и прокурор Самарской области Константин Букреев. Глава надзорного ведомства, который был назначен на должность приказом президента России 6 октября, рассказал, что сейчас он знакомится с работой районных подразделений. Константин Букреев сообщил Николаю Меркушкину, что на данный момент он посетил уже 20 районных прокуратур. Провел личные приемы граждан, все поступившие обращения взяты на контроль, заверил Букреев. Это ознакомление с самой обстановкой, с прокуратурой, с прокурором, проведение совещаний различного рода. Ну и вот прием граждан. И вот граждане уже освещают разведку. В Сызре нет, пока еще в Сызре нет, а из крупных, вот Тольяттин, Купышевского. Да, сама-сама. Губернатор провел и еще одну рабочую встречу с председателем Тольяттинской городской думы Дмитрием Микелем. Обсуждали бюджет Автограда на 2017 год, подготовку к юбилею выпуска Волжским автозаводом первого автомобиля, создание территории опережающего развития, предстоящие в следующем году выборы мэра Тольятти и ремонт дорог. По словам главы региона, на Тольяттинские магистрали из федерального бюджета будет направлено почти 800 миллионов рублей. Из областной казны тоже поступят деньги. Сумма сейчас определяется. Город должен занять жесткую позицию в вопросе качества ремонта дорог. Подчеркнул губернатор. Эти деньги можно использовать там, где наиболее сегодня тема острая и актуальна. Позиция губернатора давно. Если некачественные дороги не принимаются и не оплачиваются. Или пусть кладут еще слой или что угодно делают. Чтобы гарантированный срок службы, эксплуатационный службы, был обеспечен. Далее коротко о других темах дня. Из-за аварийных работ на газопроводе улицу Киевскую в Самаре перекрыли на участке от Тухачевского до проспекта Карла Маркса. Маршруты общественного транспорта изменились. Автобусы под номерами 24, 34 и 41 проедут через Московское шоссе и улицу Гагарина. 207-й из города будет выезжать по Мичурино и Клинической, а затем проследует на Владимирскую, Партизанскую и далее поедет по привычному направлению. Администрация города просит обратить внимание на изменения и заранее планировать свой маршрут. В Самаре эксполицейские избили подозреваемого, требуя у него взятку в 200 тысяч рублей. Следствием и судом установлено, что 20 апреля 2015 года деньги они требовали с мужчиной, который торговал наркотиками. За эту сумму они были готовы не заводить на него уголовное дело. Суд приговорил двух эксполицейских к 8 годам лишения свободы, третьего к 8,5 годам. На Волге спасли рыбака. При 20-ти градусном морозе мужчина потерял сознание в районе острова Большое Толовое. В поисковую службу позвонил очевидец, заметивший неподвижно лежащего на льду человека. Спасателям пришлось идти пешком по льду. Они привели пострадавшего в чувство, положили на носилки, накрыли за термическим покрывалом и эвакуировали на берег, где передали его родственникам. Татьяна Ярилкина, экс-председатель правления ВКБ, подала иск о компенсации за незаконное уголовное преследование. Она просит взыскать с казначейства более миллиона рублей. Вину в совершении крупного мошенничества Ярилкина отрицала с самого начала. Тем не менее, она находилась под домашним арестом 400 дней, а после вынесения приговора 83 дня в камеры следственного изолятора. В июле 2016 года областной суд ее оправдал. Женщина пыталась без пошлин провести через Курумыч часы стоимостью почти полтора миллиона рублей. Пассажирка, прибывшая рейсом Прага-Самара, проследовала зеленым коридором, тем самым показав, что декларировать ей нечего. Однако таможенники заметили на ней часы класса люкс. Корпус хронометра весом в 162 грамма изготовлен из золота 750-й пробы. Их хозяйка теперь обязана внести таможенные платежи. И крыша дома не спасет. ЧП в квартире жительницы Самары чуть не стоило ей жизни. В комнате разум рухнул потолок. Женщина и ее сын чудом остались живы и невредимы. В управляющей компании признают, инцидент произошел из-за того, что кровля течет и ее ремонтом они должны заниматься. Но восстанавливать потолок отчего-то предлагают женщине за свой счет. Юридический выход из коммунального тупика пыталась отыскать Марина Матвейшина. Когда твой дом совсем не крепость, спальня Ольги Плакидовой в одно мгновение превратилась в руины. Женщина с сыном находились в комнате, когда услышали странный треск. Сын как скочит, говорит, мама, быстрее отойди. А я опять не пойму, в чем дело. Как отойти, куда? Растерялась. Он меня берет за руку, прям выкидывает в коридор. И здесь вот только он меня отошил. Как ухнет все. Это вот затормозило вот это вот. Эти натяжные потолки, потолок затормозил у меня. Такие глыбы были, мне бы насмерть убило, если бы не сын. Поврежденная электропроводка, безнадежно порванный навесной потолок, за который женщина заплатила всего несколько месяцев назад 8 тысяч рублей, и поломанная мебель. Ольга Алексеевна обратилась в управляющую компанию. Приехали рабочие, убрали мусор, восстановили электричество. И подтвердили догадки пострадавшей. Штукатурка обвалилась из-за текущей уже несколько лет крыши. Мокрый материал подмерз и рухнул вниз. Средств на доме нет. Все, что могла управляющая компания на сегодняшний день, я им предложил жильцам. Закупить материалы там не так дорого. То есть, скажем так, гипсокартон и так далее, список дали. А силами своих рабочих, управляющих компаний, совершенно для них бесплатно, мы выполним работу по ремонту данной квартиры. Но пострадавшая на такие траты не рассчитывала. И действительно, все расходы должна взять на себя управляющая компания. Не только работы по восстановлению, но и покупку всех материалов, подтверждает адвокат Антон Приставко. Она сейчас может даже купить все это. То есть, сходить в магазин, купить все эти материалы. Она может даже заказать в какой-то третьей компании, не в эту управляющую, а нанять кого-то. Но только главное, чтобы были все подтверждающие документы. И вот всю сумму затрат, которые она понесет на восстановление этого потолка, на восстановление своего дома, эти все затраты в судебном порядке можно взыскать с управляющей компанией. Более того, женщина может рассчитывать на возмещение не только материального, но и морального ущерба, говорит юрист. Главное – зафиксировать разрушение, прежде чем начать восстанавливать потолок. В юридической практике Самары немало случаев, когда жители выигрывали подобные процессы. Марина Матвешина, Дмитрий Мешканцов, События. Самарские медики сели за парты. Специалисты всех профилей освежают знания по экстренной и неотложной медицине и изучают требования ФИФА к врачам. Специалистам предстоит отвечать за хорошее самочувствие болельщиков со всего мира. На одном из занятий отрабатывали экстренное реагирование в условиях паники. Марина Кравцова убедилась – помогут всем. Это чудо! Ура, ну анимировали! Что с ребенком? Скажите, он будет жить. Автобус врезался в остановку. Десятки пострадавших – паника. У врачей секунды, чтобы принять решение. Важно не только вспомнить все профессиональные навыки, но и быть психологом. Люди, которые немножко возбуждены и это все видели, отвлекают от процесса нашего непосредственно оказания помощи. Оказалось, что это действительно очень сложно. И как-то как работать с ними еще? Например, дать ему задание – встречать скорую или пойти найти какой-то вспомогательный материал для оказания помощи. 250 специалистов всех профилей, пройдя серьезный отбор, попали в команду, которая будет работать на чемпионате мира по футболу в Самаре. В дни матча на стадионе будут дежурить 350 врачей. И также бригады будут на всех объектах – фестивалей болельщиков, тренировочных площадках, гостиницах. Готовы должны быть ко всему. Показать, в первую очередь, нашему персоналу, как нужно действовать в необычных условиях. Это спорт, это массовое количество людей, это иностранцы. Везде есть свои особенности. И вот как раз этому мы их планомерно обучаем. Программа подготовки стартовала год назад. Лекции чередуются с отработкой знаний на практике, на манекенах и тренажерах. Это основное, первая помощь при травмах. Это неспокойный прием в кабинете. Хороший доктор всегда должен учиться, поэтому я буду учиться всю жизнь, а здесь согласно нашему плану. Думаю, что медицинская служба Самара будет выглядеть на достойном уровне. Впереди еще полтора года занятий, потом экзамен сдавать придется и английский. Лучшие из лучших попадут на стадион. Врачи в предвкушении, многие из них по совместительству еще и футбольные болельщики. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Каждая пятая авария на дорогах Самары происходит по вине пешеходов. По сравнению с предыдущими годами статистика только растет. Сотрудники ГАИ вышли на специальное дежурство, чтобы рассказать, что у пешеходов, как и у любых участников дорожного движения, есть не только права, но и обязанности. Не забывают инспектора и про невежливых водителей. Андрей Горгуленко тоже вышел на дежурство. Чуть-чуть поторопился, и вот уже штраф. Полторы тысячи рублей. Такая оплошность может случиться даже с опытными водителями. Хорошо, что обошлось без жертв. Не пропустила пешехода, увидела его в последний момент. Вина ваше. Случайность, да? Ну, конечно. Как бы обычно у меня к пешеходам очень хорошее отношение. Инспекторы, дежурищие на пешеходных переходах, останавливают не только невнимательных водителей. Пешеходов тоже ожидают воспитательные беседы, ведь по их вине в этом году произошло 189 ДТП. Вы переходите в правильную часть к капюшоне и наушники, что вы не можете своевременно реагировать на появление трассов следствия, которые не могут остановиться мгновенно. Мой совет – снимайте капюшон и убирайте наушники. Хорошо. После такой задушевной беседы Мария уверяет, что больше не решится перебегать дорогу там, где это не положено. Дорога – опасное место, превыше всего безопасность. И жизнь одна. Мало ли что произойдет. Для пешеходов – это самая главная рекомендация. При переходе в проезжую часть убедиться, что все водители транспортные средства остановились, видеть их, что они собираются совершить свой маневр по переходу в проезжую часть, убедиться, что они уступают, и только после этого переходить в проезжую часть, посмотрев по всем сторонам. Такие проверки дорожные инспекторы проводят регулярно. А все потому, что число ДТП на пешеходных переходах только растет. За последний год на 20%. И за этими сухими цифрами стоят реальные человеческие жизни. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов, События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. К снежным подвигам готовы сотрудники муниципального предприятия благоустройства, продемонстрировали главе города технику. Коррупции не пройдет. Больше 300 должностных лиц по итогам года привлекли к ответственности. Осторожно, эвакуаторы в городе. За что и откуда увозят автомобили. Это все новости на этот час. Хотите получать свежий номер Самарской газеты раньше всех и к тому же бесплатно? Легко. Скачивайте приложение для iOS и Android и читайте Самарскую газету там, где это удобно вам. Жизнь города всегда в вашем мобильном. Удачи всем. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok